Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о чудесном спасении девочки Э. Когда ее стало тянуть на дно из шансов, на спасение практически не оставалось, она из глубины души всеми силами стала взывать к Богу и молиться. Это рассказ о самой обычной русской девочке. Девочке с огромным и добрым сердцем, которая в свои 12 лет совершила настоящий человеческий подвиг. Напомню, что трагедия в России на Симозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. 18 июня участники детского оздоровительного лагеря парк отель Симозера на лодках попали в шторм. На трех лодках, которые перевернулись и затонули, находились 47 детей и 4 взрослых инструктора. В итоге 47 детей почти на сутки были фактически брошены на произвол судьбы. Посреди объятого штормом огромного озера, где ветер и волны срывали с них одежду. Тонули в воде, температура которой достигала 10 градусов по Цельсию. Мерзли на безлюдных островах. В результате 14 детей погибли. Девочка, первая рассказавшая о произошедшей трагедии, на Симозере в Карелии спаслась при шторме благодаря молитве к Богу. Как рассказал отец Леонид. По словам девочки, в критический момент, когда ее стало тянуть на дно, и шансов на спасение практически не оставалось, она из глубины души всеми силами соловзывать к Богу и молиться. Вот эти чистые и простые слова из уст ребенка. «Боженька, помоги! Спасли жизнь!» Как говорит сама девочка. Какие-то неведомые силы как будто подхватили ее, после чего она потеряла сознание и очнулась уже на берегу. Бабушка девочки православная верующая, водила внучку в храм, посещая которой ребенок и запомнил молитвы. Мы знаем, что Господь слышит все молитвы, а особенно детские. И это было настоящее чудо, явленное нам на примере спасения этой девочки. В те дни погибли 14 школьников. Однако жертв могло быть больше. Она рассказала, что видела, как дети разбиваются о скалы. Юля парнишку взяла на воде живого, а на берег принесла уже мертвым. Одного ребенка вытащила из воды. Он сказал ей спасибо и умер. Она раз за разом возвращалась за тонущими, вытаскивала не только живых, но и мертвых, пока не убедилась, что спасать больше некого. А потом эта маленькая девочка отправилась за помощью к людям. Невозможно представить, как самой Юля удалось выжить в ледяной воде, помочь своему инструктору не утонуть и еще спасать других детей. И как потом она с поврежденной ногой шла по непроходимому лесу. И только к 10 утра добралась до ближайшего поселка. Спасатели прибыли на место трагедии только спустя 20 часов после случившегося. И то только потому, что Юля удалось им об этом сообщить. Благодаря действиям девочки были спасены 33 человека. У Юли есть только брат и бабушка. Это вся ее семья и самые родные люди. После страшной трагедии с девочкой работали 4 психолога, пытаясь вывести из состояния шока. Девочка винила себя за ТОО, что не смогла спасти всех. Но она действительно пыталась. Пыталась и молилась и за свое спасение и спасение другой. Она уверена, что именно молитва, которой научила ее бабушка, дала ей силы продержаться в холодной воде и выжить, спасая других. Юля сказала, что ее бабушка часто ходила в православную церковь и учила ее молиться. Вот эта вера ее и спасла. В июле 2016 года Юлю наградили ведомственной медалью МЧС за спасение погибающих на водах. В сентябре за спасение погибающих. В ноябре медалью за мужество в спасении и медалью в номинации «Дети-герои» фестиваля созвездия мужества. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о чудесном отпечатке иконы на стекле. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока!